Рассказ Василия Макарыча Шукшина «Жил человек». Вот как бывает. Вчера видел человека, обедал с ним по соседству, потом курил в курилке. У него больное сердце, ему тоже не надо было курить. Но русский человек как-то странно воспринимает эти советы врачей насчет курева. Слушает, соглашается, что да, не надо бы, и спокойно курит. Мы про это курева много толкуем в курилке, иронизируем. Не пей, не кури, насмешливо говорит какой-нибудь закоренелый язвенник. А чего же тогда остается делать? Тут чуть не хором все. По одной доске ходи на цыпочках. Смоли да к стенке станови. А если я вот с таких вот лет втянулся в эту гадость, куда я теперь без этого-то? Наговоримся так, накуримся в сласть, и пойдут разговоры в сторону от курева. В жизнь вообще. Разные случаи вспоминаются, разные смешные истории. А иногда и не смешные. Один был. Сухонький. Голубоглазый. Все покашливал. А покашлял очень нехорошо. Мелко. Часто. Вроде прокашляется. А в горле все посвистывает. Все что-то мешает ему. И никак он не может вздохнуть. Глубоко и вольно. Мешает. Когда он так покашливал, на него с сочувствием поглядывали. Но старались, чтобы он не заметил этого сочувствия. Он не нуждался в нем. Один раз он отматерил какого-то в полосатой пижаме. Тот вылетел со страдальным поучением. Вам бы не надо курить-то. А чего мне надо? Спросил тот, глядя серьезно на полосатого. Ну как? Не знаю, что надо. Но курить. Не знаешь? Тогда не вякой. Просто сказал больной. Человек с синими глазами. А то много вас тут с советами. А он еще сказал полосатому несколько разных слов. Выругался. Но ругался безлобно. Не грязно. Получилось больше, что он всю жизнь свою целиком отматерил за все и за то, что под конец пришлось ему сидеть и вот так кафыркать и терпеливо ждать. Но он и понимал, что жизнь его, судьба, что ли, это нечто отдельное от него, чем он управлять не может. Поэтому злиться тут бессмысленно. И он не злился. Он рассказал, например, пришел с войны, из госпиталя. Тут никого. Мать померла в войну. Так. Брата убила. Отец еще до войны помер. А домичка какой был, сломали. Какую-то площадку надо было оборудовать для обороны. Под Москвой здесь. Так. А я на костылях. А одна нога по земле волокется. Нанялся лед на реке рубить. Костыли так вот зажму подмышку. Ногу эту неподвижную назад, чтобы по ней топором не тяпнуть. Упру костыли в ямки. Наклонюсь и долбаю, долбаю. Пока в глазах не потемнеет. А потом сижу, костыли под зад, чтобы к льду не примерзнуть. И тоже. А жил у старожихи одной. У старушки. У ей, у самой-то. Стамбур жилья. Но уж куда тут деваться. На полу спал. Из двери. По полу холод тянет. Маленько сосну с вечера. А часа в три просыпаюсь от холода. Иду забор потихоньку тревожить. Доски три оторву. И подкину огонь. А она, старожиха-то, так глянет, выйдет и снова к себе. Один раз проснулся, ее нету. Я оделся и покостылял к забору. Только оторвал одну доску. Слышу, бах! Аж щепки полетели от забора. У меня над головой дробью садануло. Рассказывая это, Синеглазый все покашливал. И это делало рассказ еще его более жутким. А тут он, как дошел до этого места, когда бабка шарахнула в него сослепу, тут он засмеялся, хотел, чтобы это выглядело забавно. И мы бы тоже посмеялись. Но засмеялся и закашливался. И так, покашливая и посмеиваясь, досказал. Я кричу, Глебовна, иди я! Ну, услышала голос, узнала. Четок бы пониже взяла, аккурат бы в голову угодила. Я, говорит, думала, лезет кто. А чего там брать? Эти заводы демонтировали и свозили и валили пока в кучу железа. Ну да, у ней же инструкция. Конечно, стрелять еще умела. Она боевая была, старуха. Продолжался Неглазый. Весело, довольный, что заинтересовал своим рассказом. Он вовсе не жаловался. Много мне порассказывала ночами. Пока бывало, у камилька-то сидим, у каминчика. А уж к весне мне общежитие дали. Легче стало. Ну, и нога, наверное, стала подживать. Ногу я еще года полтора после этого. Главное, болеть не болит, а двигать ей не могу. Это многие тогда так. Года по три с костырями ходили, да. А накануне он мне рассказал анекдот. Он любил слушать анекдоты. Смеялся потихоньку, когда в курильке рассказывали. Но сам я не слышал, чтобы рассказывал всем. А тут мы ждали очередь к телефону. Он меня притиснул в уголок. И торопливо, неумело, рассказал. Ворона достала сыр, так, села на ветку. И хочет уже его, это, клевать. Тут лиса, спой. А ворона ей, а ху-ху, не ху-ху. Зажала сыр под крылой и говорит, теперь давай потолкуем. Тогда лиса. Тут подошла его очередь звонить. Вам. Сказали ему. Он скоренько сунул монетку в узенький ротик телефона автомата и стал набирать номер. Он еще машинально улыбался, думая, наверное, о вороне, которая натянула нос хитрой весе. А потом я звонил. Я говорил, а краем глаза видел Синеглазова. Он ждал меня, чтобы досказать анекдот. Смотрел на меня и заранее опять улыбался своим невыразимо прекрасными печальными глазами. Но тут его куда-то позвали сестра с врачом. Он ушел. Этой же ночью он умер. Я проснулся от торопливых шагов в коридоре, от тихих голосов многих людей. И почему-то сразу калянуло в сердце. Наверное, он выглянул из палаты в коридор. Точно. Стоит в коридоре такой телевизор. Возле него люди в белых халатах смотрят телевизор. Некоторые входят в палату. Выходят. Опять смотрят телевизор. А там, в синем, как кусочек неба в квадрате, прыгает светлая точка. Прыгает и оставляет за собой тусклый следок, который тут же и гаснет. А точечка-то, светлячок, все прыгает, прыгает, прыгает. То высоко прыгнет, а то чуть вздрагивает, а то опять подскочит. И следок за собой вытянет. Прыгала, прыгала эта точечка и остановилась совсем. Люди вошли в палату, где лежал. Теперь уж труп. Телевизор выключили. Человека не стало. Всю ночь я лежал потом с пустой душой. Хотел сосредоточиться на одной какой-то главной мысли. Хотел ее не понять. Нет. Не то. Понять я и раньше пытался. Не мог посочувствовать. Хоть на миг, на минутку, секунду, хоть кратко. Хоть как тот следок тусклый. Чуть-чуть бы. Хоть высветилось в разуме ли, в душе ли, в сердце ли. Что же это такое было? Жил человек. Это ты вовсе трудно жил. Значит, нужно что ли, чтобы мы жили? Или как? Допустим, нужно, чтобы мы жили, то тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар? Вечно, мучительно и бесплодно пытаться понять. А зачем все? Вон уж научились видеть, как сердце останавливается. А зачем все? Зачем? И никуда с этим не докричишься. Никто это не услышит. Жить уж, не оглядываться. Уходить и уходить вперед. Сколько тебе отмерено? Похоже, умирать-то и не страшно. Не страшно.